И я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти тонкую эфирную энергетическую копию 1979 года, воплощенного на Землю. Один, два, три. Нашла. Хорошо. Идентифицирую его на счет три. Один, два, три. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит первозданном виде. Согласно своему эфирному коду. Да. Хорошо. Защищаю его физический биоробот. И вместе с тонкой копией Владимира соверши квантовый переход в нейтральную зону твоей комнаты диагностики. Будь леней. Один, два, три. Мы здесь. Отлично. Хорошо. И мы приветствуем Владимира. Интересуемся, готовлю Владимир к диагностике. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Давай еще раз посмотрим. Спустимся. Хорошо. И я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти тонкую эфирную энергетическую копию 1979 года, воплощенного на Земле. Один, два, три. У меня еще одна копия есть. Вот так вот. Бери ее. Защитный костюм. Один, два, три. И поднимаю в комнату диагностики. Один, два, три. Здесь. Хорошо. Ставь на перестал. Ну, он стоит. Смотри, первая у него, она как размытая такое, что-то очень пятно. А вторая, вот его, видимо, настоящая копия. Понятно. Хорошо. Значит, первая фальшивая копия на счет три. Оказывается, в клетке тюрьмы притянута. Один, два, три. Давай теперь пройдем первичную диагностику. Разбей его на семь фантомов. Владимир, один, два, три. Знаешь, он шагает, он не может остановиться. Почему? Ну, вот он ноги поднимает, шагает. Не знаю почему. В общем, ощущение, что он прилип к чему-то, и он хочет выйти из нее, и вот тянется все за ним. Как жвачки прилип клейкой такой. Все равно надо посмотреть. Владимир, я обращаюсь к вам, пожалуйста, если можно, остановитесь. Нам надо вас продиагностировать. Замер. Благодарю вас. И Владимир разбивается на семь тонких копий. Один, два, три. И начинается визуальный осмотр. Первая чакра красная. Что у нас здесь? Красная чакра как полыхает. Мы уже знаем, кто это. Поехали дальше. Моги черные. Вот так вот. Хорошо. Ответственность за это все. Поехали оранжевую чакру. Вторая. Два пальца ниже пупка. Оранжевая низ пустой, а верх яркий. На уровне груди где-то дальше пусто. Хорошо. Переходим к третьей чакре. Живот. Желтый цвет. Живот. Значит, пробитая чакра. На уровне живота. Как-то с одной стороны больше в ногу идет. Правая сторона. Сердце, грудь, зеленый цвет. Четвертая чакра. Ну, пятнами какими-то зелеными. Пустот очень много. Энергии нет. Нет энергии. Отток идет. Как раз об этом шла речь. Ну, тут уже все четыре забиты. Поехали пятую. Голосовая чакра. Само слово пришло. Как энергии нет. Энергии нет. То есть я разные тела видела. Бывает вообще пустая. Здесь именно идет слово. Нет энергии. Понятно. Пятая чакра. Голосовая. Светло-голубой цвет. Пустая. Пустая. Немного есть по левому краю. А сама вся пустая. Да что там за паразит же такой сидит. Паразиты сидят. Поехали. Темно-синий цвет. Третий глаз. Шестая чакра. Мешает. Очень сильно кто-то здесь как пластина стоит. Понятно. И переходим к седьмой чакре. Фиолетовый цвет. Темечка. Спрут здесь. Понятно. Все. Собираем все тела вместе. На счет 3, 1, 2, 3. И переходим тогда я думаю сразу к скэнеру нашему. Или давай сразу клетку все. Давай сделаем так. Хорошо. Владимир, ты полноправный хозяин своих энергий. И любой кто с тобой интерферирует автоматически попадает под твой власть. И становится твоим заложником. По моим команду в эту клетку будут притягиваться все, кто интерферирует с тобой. Выстраиваются каналы. Все невидимые спрятанные каналы. Любые сопутствующие невидимые датчики, импланты, конвекторы, прочие подключки любых существ. У него значит спрут. Спрут. Рептилоид. Это в синем, который теле сидит. Греев не вижу пока. Но канал есть. У нас дракон. Это его копия. Считай цифры над головой. 1, 2, 3. 702. И какого цвета? Красный он. И сама копия. Вот она как красный такой расплывчатый. Ох, они агрессивные твари. Хорошо, поехали дальше. Овал какой-то расплывчатый. И у нас нижний кто-то. Он мимикрирует? Нет, черт он. Не черт он. Считай цифры над головой. 1, 2, 3. 8. Это бес. Бес проявляется или я тебе сейчас начну глупасить. Проявился. Бегает по клетке. Чего ты испугался, бесяра? Ответственности? Правильно делаешь. Правильно. Пришло возмездие, дорогие друзья. Интерференты. Паразиты и прочие. Обращаюсь ко всем. Я вас обнаружил. Вы сегодня все будете по мере своей, так сказать, развитости со мной кооперировать или мне мешать работать. Те, кто будет мне мешать, я сразу буду наказывать. Те, кто будут кооперировать, те останутся безнаказаны. Я сейчас даю команду. Грей проявляется на счет 3, становится в отдельной клетке. Если я сейчас буду терять на них время, я их сожгу прямо в клетке. 1, 2, 3. Есть. Сколько их? Двое, трое. Они меняются без конца. Исчезает, появляется. Так, Грей, если вы сейчас не остановите мимикрацию, я начну на вас воздействовать. Я приказываю вам остановиться и показать себя. 1, 2, 3. Сила моего намерения. Их двое. Кто третий? Голограмм. Голограмм. 2 плюс 1, да? А, 2 и 1 голограмма. Хорошо, Грей, вовремя остановились, потому что я не буду шутить, когда со мной играет в такие игры. Поехали по списку. С кого начинаем, Вера? А кто ближе всего к тебе? Нижний. Бес. Хорошо, Бес, давай рассказывай. Кто ты, откуда ты и как ты сюда зашел в это биополе? И как долго ты сидишь? 5 лет он сидит. Понятно. Как зашел? Покажи ситуацию. Он, знаешь, он какой-то, вот у него как горб какой-то есть, и он вот так согнувшийся, да, на капитах вот так бегает по клетке. Он вот так и показывает, что он за ним бегал. Бес, я тебе рекомендую говорить сразу правду. Я это сразу поставлю в маячок, и я замечу, если ты мне врешь. Не рекомендую. Ответственность будет сразу. Помогай слиперу понять, что ты хочешь сказать. В твоих же интересах. Усталость, слабость, ну, больше, наверное, спорт какой-то, что ли, он как спорт. Понятно. Он занимался спортом, и на усталости на это физическое Бес к нему подселился. Но мне это показывает. Я понял. За какой отток энергии был ответственный Бес? Все жрал. У него на ногах стоит как черный какие-то, попуглившийся что-то. Бес. Он спал там у него, да, у него хорошо там. Бес, ты не офигел так много установить у человека за 5 лет, а? На ногах, вот только внизу у него. Понятно, хорошо. Кто у нас следующий? Дракон? Он напугался, он так, потому что он думал, что за голограммой не найдет никто его. Дракон? Я найду? Нет, я про этого Беса говорю. Вау. То есть он показывает эту голограмму, дракон, которого остановил, и он как раз за ней был в ногах, этот Бес. Да, понятно. Мне я тебе расскажу ваши голограммы, потому что мы находим все. И у нас совсем другие технологии, чем у вас. И этой голограммы мы просто, мы ее сожгем сейчас, но чуть позже. Так, дракон, отвечай на мои вопросы. Он меня слышит, видит. Да, да. Вера, дай мне, пожалуйста, сразу знать, если человек там на тебя влияет, или пытается оказать какой-то смысле человек, дракон, пытается на тебя влиять, или плеваться этим огнем, воздействовать на тебя. Он недовольный, но он кооперирует. Хорошо. Дай мне просто сигнал, когда он будет недовольный и не будет кооперировать. Так, дракон, ты являешься моим заложником. Мы работаем здесь по личной просьбе Владимира. У нас полная здесь доверенность на эти работы. Он попросил всех удалить интерферентов, которые находятся в этом теле. Если ты будешь мне мешать, я тебя просто здесь буду наказывать. Я не хочу на тебя воздействовать, поэтому кооперируй со мной. Но не пытайся воздействовать. Если мы это заметим, мы сразу, я достану печать дракона и сожгу тебя прямо здесь в клетку. Поняла. Хорошо, рассказывай. Когда ты пришел в тело? Ему пять лет было. Ему с пяти лет там сидел. Он с пяти лет там сидел, и он его раздражал. Он делал все, чтобы раздражать его. И вот эта голограмма, она как огонь у него красный такой. То есть он его раздражает. Он чешется от нее или не знаю что. Он плохо с ним. Вера, ты можешь себе представить? Это с 1984 года. 1994-1994. Потому она его, вот эта голограмма, она его раздражала. Тело раздражало, я имею в виду физическое. Понятно, дракоша, понятно. Конечно, ты много натворил, много сделал, много плохого. Она выросла, где-то голограмма в нем. Да, выросла голограмма. Хорошо, все понятно. Переходим к третьим. Грей, рептилоиды. Обращаюсь к рептилоиду, с Греем разговаривать не хочу. Рептилоид, какой уровень? 1, 2, 3. Считай над головой. 328. 328. О, я имею дело с майором. Да. Приветствую, рептилоид. Ты слышал эту речь, я повторять не буду. Я буду с тобой общаться. Я знаю, что ты привел Греев. Поэтому я прошу тебя сегодня проконтролировать, когда Грей будет снимать, чтобы они ничего не случайно не забыли в биополе. Если они что-то оставят, я тогда буду вынужден наказать всех. Так как ты военный, я прошу тебя, обращаясь к тебе с просьбой проконтролировать это. Кем вает? Хорошо. Сколько лет это? Два. Два. Хорошо, два года. Смотри, какой гостеприимный дракон. Всех пригласил на праздник, только забыл хозяевам сообщить об этом. Ладно, хорошо, все, Вера. Мы сейчас начинаем переходить к процедуре реверса. Я объявляю всем программу на сегодня. Сейчас происходит чистка. Мы будем производить реверс энергии по всем каналам. Тонкая копия отдаст вам чужеродную темную энергию, которую вы ей дали. И после этого тонкая копия заберет свои светлые энергии, которые вы у нее похитили. Те, кто будет замораживать канал или блокировать мою работу, я начинаю наказывать прямо на месте. Поэтому не рекомендую этого дела. После того, когда реверс закончится, я дам команду убрать все, что вы оставили в биополе. Это единственный шанс для вас. Я предупреждаю спрута, чтобы он не забыл ни одной присоски прямой своей, которую он любит оставлять, Грей, ни одного проводка. Дракон, я за тебя вообще не говорю. Иной обез ты понимаешь. Если ты не снимешь свои чулочки, носочки, ниточки и это, вот я их обнаружу своим сканером. Он обнаруживает все. После этого, если вы все выполните наш договор, я отпускаю всех на их чистоту без всякой боли. Если кто-то меня обманет, он остается в этой клетке и будет подвергаться страшнейшим пыткам. Они поняли, и вот информация идет, что дракон, вот этим голограммой, он как щит это был, и он их всех звал. То есть за этим щитом он отгораживался, и они вот эту энергию со всех тел сосали. От спрута. От спрута. Он вот так, ну вот этими еще пальцами, он перебирает, перебирает, вот как вытягивает. Я все понял. Хорошо, сейчас посмотрим по каналам, сколько они забрали. И начинается процедура реверса. Я даю команду тонкой копии Владимира спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную низкую вибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы, и в сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии Владимира произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех программ, всех негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Владимиру. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Опиши, пожалуйста. Не знает, как отдавать. Кто не знает? Хорошо, покажи ему. У нас ощущение такое, что он в постоянном стрессе, а раздражении. То есть он не может успокоиться. Так, Владимир, мы просим вас сейчас сконцентрироваться. Слушайте только мой голос. И сейчас Вера поможет вам спроецировать все энергетические каналы. Каналы есть у нас. Вот энергию он и знает, как им вернуть. Хорошо. Он должен просто представить себе отчуждение чужеродной энергии на счет 3. Я дам, посчитаю от 1 до 3, и он откроет этот кран, и вся чужеродная энергия пойдет назад к ответственным. 1, 2, 3. Все краны открываются. Каналы пошли. К каждому ответственному открывается отдельный канал. Он всех открывает. А смотри, энергия пошла. Да. Все из-за того, что он не может расслабиться. Потому что если он расслабится, он потеряет еще больше энергии. Поэтому он постоянно сконцентрированный и держит в себе ее. Понятно. Но сейчас-то он уже не расслабится. Сейчас он уже не может расслабиться. Он отдает. Да. Владимир, мы сейчас все, кто у вас воровал энергию, они стоят в клетке. Вы можете абсолютно спокойно стоять и расслабленно отдавать все чужеродное, что было в вашем биополе. Мы все контролируем. Не беспокойтесь. Идет у нее черная прям идет к весу. Черная к дракону. Темная такая синяя идет к рептилоиду. Это что у нас? Спрут с серо-фиолетовыми краями какими-то. Вижу. Хорошо. И что еще? Все? Грэм у нас еще. А что эти забрали паразиты? Они отдали грязь тоже зеленым. Но под ним вот это вот, ну я бы грубо сказала, как лужа, да, в которую он наступал сначала. Да, да. Что это? Она ушла к бесу. Ты посмотри, какой гаденыш. Бес, что это ты там сделал за лужу? Что это такое? Рассказывай. Рассказывай. И что он делал конкретно? Ну вот он не мог успокоиться. Он его постоянно раздражал. Ты знаешь, бес, вот по вредности, вот ты знаешь, ты даже, по-моему, вы демонов превосходите. Потому что я видал демонов, они меньшим довольствуются. А у вас нет границ. Вы берете все. Реально все, что можно забрать, украсть у человека. Это, конечно. Ты был человеком на земле? Или ты первозданный? Откуда ты взял? Первородный. Откуда ты взялся? Как ты родился? Был человеком? Признавайся. Да, я не был. Не был. Хорошо. Потоки идут, Вера? Отдали. Он к дракону еще идет. Знаешь, у нас вот этот канал, который дракону, он раздваивается. И вот... В тонкой копии. Смотри, вторая к этому. Да, вот к этому. Как щиту вот этой голограмме идет. Такая алло-оранжевая какая-то энергия. Вот это раздражение, видимо. Да, вы устроили эксперимент над человеком. Отдал он все. Так, отдал. Хорошо. И устанавливается фильтр и зал той ситочкой на все каналы. 1, 2, 3. И в порядке реверса Владимир забирает чистую светлую божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Владимир себе обратно. Он хозяин своей энергии, возвращает все свое себе обратно. Пошел реверс, усиливается потоки в 50 раз. Все позитивное, все светлые энергии, которые украли, возвращаются назад к Владимиру. Значит, спорта, фиолетовый, красивый поток такой идет. Синий от рептилоида. Наш синий и голубой, он как спиралью такой. Тут граф идет, красивая энергия. Такая мерцающая, зеленая какая-то. Она не блестящая, спокойный такой цвет. А дракона идет бежевый цвет. А черта? Красный? Нет, это бежевый тоже. Такой человеческий какой-то. Хорошо. Какой же, вот такой какой-то цвет. Дракона поменялся на оранжевый. Значит, он вторую чакру тоже забил. Они эмоции забирали. Вес он забирал эмоции. Вот это вот бежевый, это его эмоции, спокойствие. Сейчас пошла красная энергия. Отдали. Хорошо. И сейчас наступает этот момент, когда я дам команду вытащить все, что вы оставили в биополе Владимира. Обращаю ваше внимание на этот момент, потому что с этого момента, если вы меня начнете обмануть и что-то оставите, мой скейнер это найдет. И ответственность за это будет очень сильно наказана. Приступайте. Кто что снимает, Вера, описывай, пожалуйста. Вот черт, он снимает вот эти черные какие-то, я бы сказала, валенки. Какие-то ни сапожки, ни носочки. Какие-то такие черные овальные что-то с ног. Дракон он полностью снимает с него, как накидку какую-то с головы. Со всего тела стягивает. Он его закрывал, получается, что ли. А он поскуливает, дракон этот. Это конец твоей кормушки. Она закончилась. Сколько лет трудов. Все напрасно. И мы пришли, представляешь? Бывает. Если тебя это успокоит, ты не первый, не последний дракон. Мы их порядка около ста видели уже. И повыше тебя уровнем. Некоторые не дожили до конца сеанса, потому что бросались на нас. Здесь ничего не поделаешь. Так все устроено. У человека имеется право на свободу своего выбора и на свои энергии. Если он их сегодня объявит, а он их объявит об этом, следующий ваш визит закончится для вас фатально. Потому что с этого момента вы будете знать, что человек объявил о своей воле. Если я тебя, дракон, спрут, грей, рептилоид или бес, уже повторно в этом теле словлю, а я словлю, потому что мы будем приходить сюда теперь регулярно, то вас ожидает очень плачевная судьба. У нас спрут тут немножко бесится. Дай ему что-нибудь, пилюль какой-нибудь. Ай, ну и шоу. Пытается раскидать свои эти присоски. Да, хорошо. Подхожу к спруту. Пять ударов. Моим копьем на чистоте спрута. Болезненные удары. Пошли удары. О, хрипит. Ну что, еще поиграемся с прут или тебя сразу здесь в мясорубку закинуть? Я тебя в последний раз спрашиваю, ты будешь кооперировать или я начинаю на тебя воздействовать? Да, он собрал, пошел, собрал. Не забрал, не пошел, а побежал. Он их раскидывать пытался. Нам подкинуть. Нам подкинуть. Хорошо, все, что он пытался подкинуть, мы сейчас найдем. Забрал, забрал. Хорошо, и все, что он пытался нам подкинуть, выходит из его клетки и зависает в воздухе силами его намерения. Один, два, три. Кто? Открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Это улетает в галактическое ядро на переработку в чистейшую энергию. Пытался. Ты пытался на нас воздействовать, ты пытался нам подключки поставить. Тебя наказать сейчас? Я тоже наказала. Наказано. Хорошо, ты начал, ты получил это наказание. Если бы ты ничего не делал, слушал мои команды, ты бы остался здоровым и живым. Как я и предупреждал перед началом этого сеанса. Если ты самый тупорылый и не можешь понять ничего, так это твоя личная проблема, спрут. Все. Все закончили, я спрашиваю. Доложите о готовности к проверке. Проверка будет проведена двумя миллионами герц. Если кто-то оставил что-то, он сгорит в этой клетке по каналу. Подожди, Грей заканчивает. Хорошо. А, Грей, вы не поняли, значит, то, что я имел в виду, серьезно, да? Все достали. Хорошо, Грей. Из поясницы у него что-то сняли. И все, что Грей устанавливали на этого человека, выходит из клетки и зависает в воздухе. Один, два, три. Все их присадки, все примочки, все импланты. Полностью все, что они установили. Вся их аппаратура. Да, есть. Открывается портал в галактическое ядро на счет три. Один, два, три. Это все улетает в галактическое ядро на переработку в чистую энергию. Один, два, три. Закрывай, опечатывай, растворяй. Котал. Грей, я вас предупреждал, любой обман будет наказан. Вот сейчас я вас наказал, не вас, а только вашу аппаратуру. Следующий будете вы. Все. Переходим к процедуре электроудара для отключки каналов. Посмотри, пожалуйста, сколько энергии сейчас у Владимира. Сколько ему? Наверное, 120 дадим, однозначно. У него 54. 54, хорошо. А герц сколько? 7. Вау, 7 герц. А у этого, у беса 9. Ты представляешь, как ему легко войти в такое тело. И на счет 3 в макушку головы Владимира начинает поступать. Один, два, три. Потоки пошли, наполняет, усиливает. Частота вибрации поднимается до 17 герц. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется наилучшим образом. Один, два, три. Есть. Хорошо. И блокируй все каналы, предлагая тонкой копии Владимира, поменять полярность всех подключек чипов, датчиков, имплантов и конвекторов. И нанести импульс высокоаберационного шокового удара. По этим чипам и датчикам вывести их из строя, воссоздав импульс удара. Ко всем ответственным подселенцам изжечь все каналы на счет 3. Один. Концентрируйте всю свою энергию. Два. Готовиться мощным ударом шокового импульса в 100 тысяч герц. Остегнуть все каналы и сжечь. Один, два, три. Удар. Ну, у него только на три канала хватило. Хорошо. Давай, я подхожу к нему, беру его за плечо и силой моего намерения концентрирую всю мою энергию. Один, два, три. Готовлюсь мощным ударом шокового импульса в 500 тысяч герц. Остегнуть и сжечь все каналы. Один, два, три. Удар. Так, готово. Так. И он заходит в скэнер. Значит, три скэнера сканирует его и находит все, что могло еще остаться незамеченным. Один, два, три. Все чужеродное начинает проявляться. У него есть лярва на ноге, а так все чисто. Хорошо. Все пришли по вероверку, готовы уходить. И вот черт говорит, что он похудел за последний год. Почему? Это без. Без, да. Чего он похудел? Это он на лярва намекает? Нет, он намекает, что пора уходить уже. А, ну согласен. Найдешь, я больше чем уверен в этом-то мире. Слишком много здесь. Слишком много. Ну как сожители, он говорит. А у вас вообще не знаю, как вы в этом общежитии жили в пятером. В семером. Два еще Грея с одним чем-то непонятным. Голограммой. Давай, развернись. Вон, пойди к президенту какой-нибудь страны. У тебя там 100% будет приятно отдыхать. Хорошо, Спрут готов уходить? Говорят, что два года назад он был вкусней. Ну, все меняется в жизни. Спрут готов уходить? Все готовы. Да, готовы. Все готовы. Спрут открывается наверху канал против часовой стрелки на чистоте Спрута. Один, два, три. Спрут уходит на свою чистоту. Забывает дорогу назад, закрывает, опечатывает, растворяет. Готов. Хорошо. Рептилоид, благодарю за службу. Но все же ты видишь, Греи твои не совсем даже команду поняли. Поэтому проведи с ними беседу. Готовы уходить? Готов. Хорошо. Открывается наверху портал на чистоте Рептилоида. Один, два, три. Рептилоид уходит на свою чистоту, забывает дорогу назад. Готов. Греи, вы поняли ваш урок сегодня. Больше в это дело не приходите. Придете, накажу. Гибаю. Понял. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Греев. Один, два, три. И они уходят на свою чистоту. Один, два, три. Закрываю, опечатываю, растворяюсь. Хорошо. Так. Бес готов уходить? Дракон и бес у нас. Дракон и бес, да. Хорошо, дракон. Готов уходить? Да, он уходит. Я тебя сразу предупреждаю. В это тело больше не возвращайся. Я тебя найду через неделю. Или по первому сообщению человека. Если я тебя найду, я тебя начну лупить своим копьем прямо в клетке. Это очень больно. Я тебе это не рекомендую. А у нас еще голограмма. Он ее заберет или мы ее уничтожим? Голограмма уничтожается. Открывается под ней портал в галактическое ядро. Один, два, три. И она уходит в галактическое ядро на переработку. Чистейшую энергию. Один, два, три. Чтобы дракон знал, что я не шучу. Готов. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Один, два, три. Дракон уходит на свою чистоту. Забирает все, что еще осталось. Если что-то осталось. И забывай дорогу назад. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Бес. Я к тебе обращаюсь. Я знаю, это будет попытки. Если ты надумаешь сюда еще раз приходить, ты со мной встретишься. Не рекомендую. Понял? Понял. Да. Хорошо. Внизу открывается портал на чистоте беса. Один, два, три. И бес уходит на свою чистоту. Забирает все, что у него еще осталось. Если что-то осталось. Закрывай, опечатывай, растворяй. И здесь ставь огненную пентаграмму. Отлично. Отлично. Все.